Ольга Данилевич, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Сергей Доренко. Ну что, вы сколько узнали об убийстве Немцова? Мне стыдно сказать, но поскольку у меня было утро, я рано лежала, и узнала я утром, когда проснулась. Вот, а я лег тоже в 9, заснул в 9.30, наверное, и все, конечно, пропустил, и я узнал в 4.10. Я проснулся в 4.10, первое, конечно, сразу узнал, и на самом деле немножко мы отвыкли от этого, а? Отвыкли? Конечно, отвыкли. Смотрите, когда последний раз было? Это был у нас Политковская 2006, 7 октября, день рождения Путина. И, кстати говоря, за два дня до дня рождения Немцова, вы знаете, что у них очень близко, день рождения. Немцова 9 октября, у Путина 7, и Политковскую убили с 7, за два дня до дня рождения тогда Немцова, день рождения Путина. И это 6 год. Надо сказать, что я об этом вчера думала, что давно не было, но я думала на волне как-то все-таки Листьева. А почему есть паузы? Вот почему они сразу лепят одного, второго, третьего? Почему есть паузы? Потому что, видимо, есть какой-то... Нет, мне кажется, есть какой-то период, когда всех более-менее все устраивает. Мне кажется, что отморозков гасят вот после какого убийства, на сколько-то, на какое-то время. Ну, смотрите, давайте громкие убийства, например, 2006 год, последний, правильно? 2006 год. А, нет, простите, несколько, три дня назад, но это менее известный человек с существенными. Горына славится, вот этот вот на Свиреле, лидер, националист, да. Святослав Свирель, Святослав Свирель. Да, ну на самом деле, если громкие убийства по-настоящему брать, то идет так. 2006 год, 7 октября, это у нас Политковская. 2003 год, это у нас Сергей Юшенков. Есть. Сергей Юшенков. Да. 99 год, Галина Старовойтова. И, наконец, 95 год, Влад Листев. Влад Листев. Я здесь, может быть, чередую политиков, федеральных политиков. Да, и, наконец, 15-15 год, Борис Немцов, безусловно, федеральная политика. Безусловно, политика федерального звучания, федеральной известности, федеральный политик. Ну вот, я думаю, Листев, 95-й, Немцов, 2015-й. И вот эти 20 лет, еще в 99-м Старовойтова, ноябрь, она прилетает, ее стреляют в подъезде, так же, как Листева. Есть. От места много значит. Потому что место либо манифест, либо нет. Подождите, нам большинство, правда, что-то либо рядом с подъездом, либо в подъезде. Подъезде. А вот то, что сегодняшнее, точнее вчерашнее. Когда Юшенкова убивает, убивает его конкурент. Конкурент, потому что там какие-то деньги, там партия из коми. Значит, парень из коми, который хочет состязаться и возглавить партию. С криминальным сознанием он убивает Юшенкова, Сергея, в 2003-м году. А мы не понимаем до конца. То есть там до Юшенкова, до Юшенкова, все убийцы выбирают место комфортное для убийства. А не спектакулярное, не сценичное. Москоренский мост, согласитесь, это сцена. Это сцена, это прямо на сцене. Конечно, это мы обсуждали последние два часа как раз именно в этом ключе. Можно себе представить, что политик Борис Немцов идет из ресторана, где это кафе «Боско», который прямо стеклом выходит на Красную площадь. Его любят знаменитости. Это кафе любят знаменитости. Я знаю, потому что мне там пару раз назначались встречи, всевозможные знаменитости. Назначались встречи, потому что они там тусят. Там-то дороговато, но вид хороший. Прямо на мавзолей, на стену. Это очень красиво. Вот. Значит, и можно занять такой столик, чтобы уж прямо на Красной площади. А, кстати говоря, у них летом выносные столики вообще на Красной площади. Мне кажется, приедается пейзаж. Нет, нет, нет. Это же живенько, живенько. Открыточно, но живенько. Значит, я могу себе предположить, что это место обыкновенное для Бориса Немцова. Первое. Это обыкновенное его место. И его маршруты можно изучить более-менее, что он там бывает. Дальше он, вероятно, пешком движется на Малую Ордынку, дом 3, где у него квартира. Малая Ордынка, дом 3. Можно продолжить маршрут. Это очень просто. Это вы идете, вы переходите улицу. Зачем он перешел улицу? Потому что там удобнее он шел от Покровского собора на Васильевском спуске. Дальше он переходит на правую сторону Москворецкого моста. Он его проходит. Слева от него красивый очень балчук. Справа от него, сзади него, великолепный и красивейший Кремль. Набережная. Все это Софийская набережная. Перед ним особняк английского посла. Роснефть. Роснефть, кстати говоря, перед ним. Потом он должен пройти, балчук, вот эту всю историю. Перейти на Большую Ордынку. По Большой Ордынке дойти и пойти к метро Третьяковская. Потому что как раз это к его дому. К метро Третьяковская, это значит к его дому. Потому что у него метро Третьяковская во дворе практически. Ну, рядом. Вот. И если бы убийца хотел исполнить, как это сказать, не так сценично, то он бы дождался переулков. А там же есть переулки. Он бы дождался переулков. Но если он на автомобиле. Тогда да, там одностороннее движение начинается. И вот эта всякая нитель. Значит, я думаю так. За ним следили. Он сидел в ГУМе, смотря на Красную площадь. Там, сказать, там ужинал. Ужинал он с... Анной Грицкой. Да, с Анной. С молодой моделью. Ну, надо это отдельно сказать, что Борис был женолюбив. Женолюбив. Хорошо известно начало 2000-х годов поздравления Коха, который написал стихотворение, в котором баб красивых драть. Значит, ему желал. И там, и так далее. То есть это было, это было как бы общим местом, что он... Но, надо сказать, что он все время в каком-то обществе, вот, томном обществе дамском. Но, надо сказать, что это не было какой-то совсем вот по периметру приставания к женщинам. Нет. Вот, у него были женщины в основном куртизанского круга. Куртизанского круга. То есть не совсем легкие девушки, но уже с некой степень... Облегченные. Облегченные. Изи геллс. Но не совсем изи геллс. Это не подворотня. А это такие вот модели. Какие-то люди, артистки. Какие-то люди, которые легки. Легки в этом смысле. Но странно было предположить, что мужья какие-то ревнивые, с пистолетами. Почему нет? Почему вам странно это предположить? Потому что куртизанки, за ними не бегают мужья с пистолетами. У них нет никаких таких мужей с пистолетами. За ними другие ухажеры могут бегать, а не мужья. Бегать начинают потом, когда они выходят уже, начинают матримониально искать кого-то. Куртизанки начинают матримониально искать кого-то уже ближе к тридцатнику. И в этот момент у них появляются серьезные отношения. И тогда уже могут появляться с пистолетом. Но надо отдать должное Борису. Женщины ближе к тридцатнику, его не интересовали вообще никак. Ну, может быть, интересовали, но там в качестве медсестер каких-то. Ну, в смысле, никак. Вообще ноль. Вот. Значит, самый возраст правильный 18-23. 18-23. Вот. 23-23 это уже демобилизация скоро. По домам разъезжаемся. Вот. Поэтому я не думаю, что здесь мог ревнивый муж. Он идет с этой девушкой. 23 года ей. 24, кстати говоря, исполнится в этом году. Вот. И на 91-го. Значит, и они идут пешком. Если бы... Дальше. Кто-то за ними идет. Кто-то говорит. Вышли, погинули помещение. Начали движение в сторону Покровского собора. Начали движение. Или я. Или в просоречье храм Василия Блаженного. Значит, начали движение к Москворецкому мосту. Пошел. И вот здесь должна машина стоять. С убийцами. Либо на Варварке, либо на Ильинке. Машина с убийцами. Там, где есть где встать. Есть платная парковка, во-первых. А есть и бесплатная парковка. Там у оружейного магазина есть на Варварке место. Нормально можно подтусить там на уголочке. И так далее. Значит, машина должна пойти. Пошел. И вот начинается сближение. Машина пошла с Варварки, например, или с Ильинке. Притом, нет, подземные паркинги вряд ли они захотят светиться перед камерами. Зачем? Там как раз темно. Темного там у оружейного магазина. Вот здесь вот можно. У дома, который потом, когда его отремонтируют, есть дом, который станет штаб-квартирой ФСО. Вот сразу там на Варварке на углу есть дом, который будет штаб-квартирой ФСО. Большой дом, где их штаб ремонтируется. И там много камер наверняка? Пока нет, потому что там стройка. Там ничего нет практически. И там темновато так. Значит, смотри. Машина пошла, и Борис пошел с Анной, вот с этой Аней. Они идут, сколько-то они проходят метров, а этот за это время проезжает, подъезжает, по некоторым данным, выскакивает человек и стреляет, по некоторым данным, прямо из машины. Но вроде бы все равно шаг делает какой-то из машины. Шаг делает. Почему? Одна пуля в шее и проходит в голову, и одна из пуль, третья, ровно в сердце. Первая пуля проходит в шею и задевает голову. Не знаю, насколько смертельно. Почему три, вы говорите? Четвертая в печень идет, четвертая идет в печень. Значит, третья пуля в сердце. Первая в шею и в голову, вторая пробивает легкое и ломает два ребра. Пуля ломает два ребра. И, наконец, третья пуля ровно в сердце, и четвертая в печень, пробивает печень, четвертая. Все четыре в спину. Все четыре в спину. Значит, зачем это делать ввиду Кремля, зачем это делать ввиду Васильевского спуска, зачем это делать ввиду зоны ответственности ФСО? Ну, первое, что напрашивается, что это все, правда, очень сценично, для того, чтобы для красивых заголовков, красивой картинки и красивого еще не есть. Это, конечно, конечно, абсолютно, абсолютно. Это какой-то фильм. Но, с другой стороны, мы отмели версию про подъезды, ну, не отмели, точнее, версию про подъезды, мы предполагаем, что возле подъезда преступление не было совершено, может быть, еще и потому, что преступники были на машинах, им было бы оттуда не очень удобно скрываться. Знаешь, уже сейчас, хотя этой ночью был снег, и на мотоцикле уйти было бы тяжеловато, но я не думаю, не знаю, не знаю, короче. Это делали либо люди, которые делали это картинно, либо лошары какие-то колхозные, либо сверхпрофессионалы, либо колхозные лошары, которые вообще не понимают, что здесь Кремль. Не говоришь, а здесь Кремль, они говорят, что? Вот либо такие, либо ультрапрофессионалы, весьма профессиональные люди, понимаешь? Но в этом есть месседж. В этом месте, в месте, где убивают Немцова, есть месседж, есть послание. Убивают на глазах у Кремля, на глазах у Путина, на глазах у ФСО. Как бы ввиду всех башен, вот на тебе мы вам кладем и так далее. Понятно, да? Мы помним очень хорошо, что на этом мосту, некоторое время назад, мальчик и девочка из Лимоновцев, насколько я припоминаю, повесили плакат. Путин, уйди или что-то такое. Значит, они с этим плакатом провесели там 10 минут. Через 10 минут их сняли. Нет, через 10 минут их уже обступили, а через какие-то там жалкие 20 минут или 25 минут их уже сняли. Какие-то специальные скалолазы, там великолепные, какие-то обученные, невероятно спецподразделения ФСО уже их снимали. И все это было сделано мгновенно, мгновенно. То есть это такой мост, это такой мост, где ФСО появляется мгновенно. Хотя формально не входит в зону ответственности. Тогда странно, почему довольно долго искали машину. Причем официально еще неизвестно, найдена она. А что, машина ушла и все. Они с грязными номерами. Официально еще неизвестно, найдена машина или нет, но у нас был слушатель, который представился оперативникам, который сказал, что якобы машина найдена. Да. Естественно, она пустая, и преступники сами, скорее всего, пешком куда-то ушли, либо, возможно, потом пересели. Но они могли пересаживаться. Да, но официально полиция пока не комментирует и не говорит, что автомобили... Они могли многократно пересаживаться. В этом бы я не видел ничего удивительного. По крайней мере, 2-3 раза. Бросают машину, в следующую, пошел и пошел, и пошел, и пошел. Тогда это говорит о том, что это профессионалы. Профессионалы. Ну, ты знаешь, даже совсем уж уроды, даже совсем не профессионалы бы так делали. Но если 2-3 машины, они меняют, но у них... Ну, это значит, что они угнали 2-3 машины, боже мой. Ну, что тут такого? Ну, это все не так дорого. Ну, это хорошо спланировано, по крайней мере. Можно краденую машину купить за пару-тройку тысяч долларов, и нетрудно, нетрудно. За пару-тройку тысяч долларов, краденую у гонщиков, которые не будут болтать, можно купить на 10 тысяч три машины, да и все спокойно. Вот, значит, это то, что касается места. Вместе вызов, вместе манифест, вместе, в месте, где его убивали, в самом выборе места. Безусловно, манифест. Безусловно, манифест. Скажите, пожалуйста, а откуда, кому это выгодно, во-первых, сейчас перейдем. Да вот я чувствую, что это капитан очевидность. Я вижу 499-й телефон. Капитан, это вы? Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, это не капитан, это я хочу сказать. Скажите, пожалуйста. Скажите же, ну, прошу вас. Даже не, несмотря на то, что вы не капитан. Я ночью слышала эту информацию прямо с места событий. Да, прошу вас. Вот в 11.47 где-то так его, в общем, убили, вели его из ресторана по Красной площади, они прошли через этот мост. Это я знаю, да. Нет, не прошли, не прошли, прямо на мосту. И уже не убились в сторону Болотной площади, и он был убит вот там где-то переходничок, на самом мосту. Нет, нет, ну давайте, ну давайте все-таки серьезно отнесемся и к фотографиям, ведь фотографии показывают тело прямо на мосту. Ну, там сказали, и уже ночью, ну, прямо с места событий журналист по... Ну, прошу вас, ну, все-таки, ну, давайте верить. Ну, вот у нас коммерческое радио, оно точно... Прошу вас, зайдите на ленту РУ, зайдите на ленту РУ, пожалуйста, посмотрите, лента дает, лента РУ дает прекрасный сет фотографический, там, набор фотографий, и мы видим, где что происходит. Все, очень-очень хороший, большой набор фотографий есть на ленте РУ. 7373948, алло, здравствуйте. Доброе утро, Лев. Здравствуйте, здравствуйте. Да, Лев, прошу вас. Мне пишут, вот колхозники завалили бы и девицу тоже. Фроги пишет. Я считаю, что женщина из Киева там не случайно. Не случайно. Она работала маячком. Да. И что, в общем, это дело РУ Киева и тех, кто стоит сегодня за киевской властью, потому что у них заканчиваются козыри. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. И, в общем, в какой-то степени после того, что Россия добилась в международной арене через ООН, через немские договоренности, остановила процесс войну на Украине. Вот это вот их последний козырь. Не знаю. Мне кажется, что немцов живой для них был существенно важнее. Вы, понимаете, вы исходите из того, что немцов скорее символ, чем деятель. Я же исхожу из того, что немцов, тем не менее, довольно много делал. Довольно много делал. Он много делал для как раз Кремля. Потому что Кремлю нужен оппонент. Подождите, он много делал для Киева. Он сейчас готовил доклад, значит, о том, что русские войска он нашел на Украине и так далее. Он много делал для Киева. Это работа, которую могут делать сотни других людей. Он ничем в этом смысле не отличается. Все-таки, Лев, я не разделяю эту точку зрения. Потому что человек с именем, если делает доклад, или, значит, Пиписькин делает доклад. Это разные вещи. Это разные вещи. И вы знаете, что я бы на месте Навального просто бы эмигрировал куда-нибудь? Навальный сейчас сидит в заключении, поэтому он, наверное, не услышит. Не услышит наш с вами совет. Да, мы ждали какую-то реакцию от Навального. 7373948. А в этом докладе, о котором вы говорите, соратники Немцова... Ну, что-то есть там. Все равно имя двигает доклад. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Прошу вас. Как вас зовут? Виктор Машква. Да, Виктор. Кому это выгодно? В первую очередь, конечно же, соболезнования родственникам. Да. А во-вторых, вот когда убивают человека, как-то связанный с политикой, да? Да. У меня в голове хроносится мысль на одного, когда раз, а меньше. Да, нет, не надо. Это нехорошо. Давайте я пока срочное сообщение, чтобы... Я вас забаню, я вас забаню. Пока вы баните, я зачитаю. Мэрия Москвы заявляет, что по закону нельзя вместо антикризисного марша проводить траурную акцию. Об этом сообщает Интерфакс. Это что касается шествия, которое планировалось в Марина, позиционируемое проведение ее шествия под названием «Весна». Его решили не проводить. Видите, оппозиция намерена была устроить завтра траурное шествие в центре Москвы в памяти о Борисе Немцове. Так вот, реакция мэрии столичной, что по закону нельзя вместо антикризисного марша проводить траурную. Давайте, нельзя вместо антикризисного марша проводить траурную. Ну-ка, это очень важно. Интересно. Пожалуйста, дайте мне. Мэрия Москвы по закону нельзя. Ну, так сказать, есть же и... По закону нельзя вместо антикризисного марша проводить траурную акцию. Ну, дело в том, что мэрия Москвы, наверное, еще соберется и подумает, а может уже подумала. Потому что они просто выйдут. Они просто выйдут. Ну, это понятно, что то, что сейчас согласуют или не согласуют, это небольшая важность для проведения самого мероприятия. Денис из Иркутска говорит, а ультрапрофессионалы бросили бы оружие на месте преступления. Денис, а откуда вы знаете, что они не кинули в речку? Там же речка. Это речка? Река. Москва-река. Вот и все. Да, это может быть черной меткой самому Путину, говорит Игорь, хотят запугать. Не знаю. Почти на его территории. Секундочку. Вы проморгали ТЭФ-то, говорит Фроги, посла Соединенных Штатов. Ну, скажите, пожалуйста, а угроза, как вам кажется, исходит снаружи страны или изнутри? Вот кто заказчик, условно говоря? Давайте так, по ощущению. У вас же у всех есть ощущение. По ощущению, по вашему, по вашей мысли, заказчик преступления и убийства Бориса Немцова находится внутри России. 134, 21, 35. За пределами России. 134, 21, 36. При этом я, условно, прошу американское посольство считать за пределами России. Значит, заказчик, заказчик преступления, убийства Бориса Немцова находится внутри России. Это, безусловно, так. 134, 21, 35. Нет, с вашей точки зрения, неоспоримо, что он находится за пределами России. Ну, например, там, мне сейчас только что Киев назвали. Америку вот называют. Антимайдан называют. Там же кругом камера. В том-то и дело, 62-й. Демонстративность, спектакулярность убийства обращает на себя внимание. Там действительно всюду камеры. Всюду. Всюду. Причем камеры ФСО, камеры МВД, камеры всех. А мы знаем это абсолютно точно, потому что у нас были слушатели, которые там часто проезжают, и они говорили, что вот как раз участок тут, он камерами не простреливается якобы. Да его взяла камера с Кремля, с Кремлевской башни взяла камера. Там даже есть камера, которая взяла вот этот вот форт, белый форт. Все, все там есть, там, ну, что вы. Ну, давайте. Значит, давайте так. Пока у меня заказчик убийства Немцова находится внутри России. Пока что 39, 40, 40 процентов, 41, нет, 40, опять 40. 40 процентов, 60 процентов, что он за пределами России. Представляете, Оль? Представляю. Интересно, интересно. Убежденность. Нет, сейчас 41, 41 было на 59, сейчас опять 40 на 60. Заказчик убийства Бориса Немцова находится внутри России. 134, 21, 35. За пределами России. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Так, давайте, давайте, давайте сейчас быстренько. Я остановлю, я остановлю голосование, потому что, извините, 41 на 59 только что было. Ну, извините, опять 40 на 60, да что ты будешь делать? Давайте все-таки, нет, давайте 40 на 60, давайте по-честному, вот как есть. Но секунду назад было 41 на 59, простите. Значит, заказчик убийства Бориса Немцова находится внутри России, 40 процентов. Находится за пределами России, 60 процентов. Я еще приму один звонок. 7373948, Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Ольга, Андрей. Да, здравствуйте. У меня есть такое еще предположение, я не хочу никого обвинять, или какие-то версии, которые все равно не имеют никакой стоимости. Но вот аналогию можно с Индией провести. С Индией, там вот все Ганди были убиты либо своими патриотами, либо военизированы какими-то внутренними организациями. Так не только в Индии, так же и в Израиле было, вы помните, когда премьера зарезала. Я говорю о том, что именно патриоты, люди, которые обращаются с оружием, агрессивно, настойно, они вполне могут такими вещами заниматься. Уже? Потому что раньше этого не было? А уже год прошел. Год прошел. А вообще, знаете что, ну вот они убивали тогда, помните, они убивали адвоката и журналистку. Ладно, давайте что, вот что. После новостей вернемся и будем обсуждать дальше. Давайте. Внимание, внимание, говорит Москва. А мне говорят, расскажи о своем Немцове. И я вам говорю. Да, 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 Оля Данилевич говорит, ну расскажи о своем Немцове. Ну что, ты же лично его знал и все на свете. Я действительно, я должен сказать, что я не мог не знать о Немцове, уже все девяностые, я знал о Немцове. Но личная встреча, это бывает у людей, хорошо известных, первая личная встреча происходит как какая-нибудь сотая встреча. Ну потому что мы все же знаем друг о друге. Я выходил из дома правительства. Забыл, что я там делал, клянусь, забыл. Я был в доме правительства. Выхожу. И, значит, и вижу его, он стоит около какого-то Ситроена. Ситроен, знаете, какой-нибудь типа Рено. Нет, Ситроен, простите, может быть, это было Рено. Ситроен какой-то. Нет, Ситроен. Ситроен, небольшой, но не как S-класс, Мерседес, таких и нет у Ситроена. Значит, когда машина такая, типа Пассата, но Ситроен. Вы сейчас неизвестные для меня слова говорите. Ситроен, машина, 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 Ситроен. Ситроен, все, французская, французская. Значит, простенькая машина к тому клоню. Ну иностранная. Значит, он стоит, там охранники рядом, тусят, кто-то что-то там, крулит, он говорит по телефону. Это телефоны, тогда вы будете смеяться, были 974, начинались все телефоны, и они были Моторола такие, с антенкой. Он говорит по телефону. Значит, я, привет, привет, значит, все поостановились, я говорю, что? И он мне, он очень как-то все время, он вообще человек дико открытый был, Немцов. Невероятно открытый. Напористый, такой, гасящий всех своим, своим юмором. Все начинало сразу тебя там, вот так вот, юмором. Цеплять, понимаешь, подмышки пихать пальцами и так далее. Вот. Но при этом открытый и такой нагло-лучезарный, нагло-лучезарный. Вот можно сказать такой, да? И вот он, ну что, значит, меня зовут, ну что, ну что ты скажешь, ну что. Значит, а звали его первым вице-премьером. Тогда была идея, что после выборов, сразу после снятия Коржакова, ну это уже никого не парит, но неважно, после всего этого, реформаторы пытались как-то свою власть оформить. Власть это что? Власть это как? Вот мы будем делать что? И Чубайс тогда был главой, или он потом, нет, главой администрации Кремля. А тут надо вот заняться экономикой, олигархи решили, значит, тогда. Березовский был мотором всего этого дела, зажигал. Позвать Немцова Борю, который будет заниматься промышленностью всем. И вот он, нужно соглашаться. Я говорю, ну слушай, перед тобой как бы выбор такой, ну, исторический, с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, Губером, как мне кажется, надежнее. Губер сидишь и сидишь. А он к тому времени уже шесть лет сидел Губером в Нижнем Новгороде. Хозяин! Что такое Губер? Хозяин может что? Что может Губер? Можно я тебе скажу? Все. Что может Губер? Все. Не как у вас в Белоруссии. Губер ходит, значит, с папочкой под мышечкой, и ежедневно пород хотя бы по телефону батькой. Нет, а тут нет. Тут Губер может все. Вообще все. Таким образом, он говорит, ну да, вот я думаю. И он побежал там, пошел в этот самый, в Белый дом, а я пошел к своей машине. Сел в машину и уехал. Вот это первая встреча. Потом у нас постоянно... Почему он решил с вами советоваться, если вы не были официально знакомы? А он знал, он знал, что его там ждет Боря Березовский, там наверху. И он знал, что я вышел оттуда как раз. Он знал, что я внутри системы этой схемы. Он знал, что я внутри схемы. Понятно? Понятно, понятно. Вот. Как бы эта схема была по привлечению молодых реформаторов. Потом он перекинулся со мной парой слов. Ну что вот, я думаю, переезжать, не переезжать. Я говорю, смотри сам. Вот. Ну я на вы там, смотрите. Потом мы очень быстро перешли на ты, но это его как раз легкость. Он очень легкий был человек вообще. Вот. Потом надо сказать, что был период, когда я его высаживал из должности. Точно так же, как мы его сажали на должность. Я его высаживал из этой должности. И надо сказать такую поразительную вещь. Когда у меня уже отболело и забылось, у него продолжало болеть. Он много лет подряд говорил мне, что я изменил, изменив его судьбу, я изменил историю России. Он мне говорил. Он мне говорил много раз, много лет. Много раз, много лет. Серега, ты понимаешь, что ты изменил судьбу России? Я говорю, что в 99-м? Он говорит, нет. В 99-м, это второй раз ты изменил судьбу России. А в 97-м, когда ты меня высадил, я же шел на президента. Я же шел на президента, говорил мне Борис. Я шел на президента, все было решено, папа был за, Ельцин, папа Ельцин был за, все были за, все мизансцены были подстроены, когда он ходит под ручку с Таней Дьяченко, вертолет садится в снег, там были такие сцены, вертолет вдруг сломался, садится в снег, и Боря ведет, значит, Таню под руку в избу какую-то, где их поют чаем немедленно все. Ну, как бы все было уже построено, наследный принц, принцесса и так далее. Вот, значит, и он говорит, ну ты понимаешь, что ты изменил судьбу России в 97-м году тоже? Я говорю, ну я не читал так никогда. Ну, в общем, хорошо, мы их высаживаем из правительства, с Чубаньсом вместе. Вот, и после этого у меня был какой-то период, когда я мог с ним подружиться. Как он после этого с вами вообще? Да вот вы не представляете себе, каким человеком был Немцов в том смысле, что он вообще не злился никогда. Он не злился. Он просто меня ловил за рукав и говорил, старик, ну ты понимаешь, что я должен был стать президентом России? Ты понимаешь, какая была бы Россия? Я ему говорю, Борь, ну-ка еще, ну что у тебя за какие-то странные какие-то химеры какие-то? Я говорю, ну что ты, ну зачем все это? Вот. Потом я мог с ним подружиться, потому что мы перезванивались довольно часто, может быть, в 2003-м, а может быть, в самом начале 2004-м, может быть, вот в то время, 2003-2004 мы сильно перезванивались часто. И я его позвал к себе на дачу. Он вам когда-нибудь говорил про угрозы, скажите? Никогда. Не-не-не, мы все оба понимали, что если захотят, завалят. Значит, если захотят завалить, завалят. Ну что, зачем тут? Значит, мы, значит, я его позвал на дачу. Я его встретил, у ворот повел, у меня какие-то были люди. И мне хотелось, может быть, я был в таком трепетном, в каком-то таком полупМСовском состоянии, что мне хотелось какого-то доверительного общения с ним. А он был, как обычно, такой фанфарон, бонбиван, такой весь гусар, такой невероятно энергичный. Вы неприятны, я вот сейчас думаю. Нет-нет-нет, не неприятны, потому что я тебе объясню. Он как бы давит, он как бы давит, он заходит, занимает все помещение немцов. Нет, вы неприятны, потому что вы его, значит, сажаете, вы его снимаете, вы хотите при этом доверительных бесед и недоверительных. Я хотел дружескую, я хотел дружескую беседу, я его зову на дачу, веду через дачу. Он говорит, о, ты оторвал, нормальная дача, нормальная. Значит, он меня заходит, там незнакомые ему люди, мои друзья сидели, двое. И он, и он садится, и неделикатен, он был неделикатен, то есть он вошел, не разулся, несмотря на то, что все были разуты. Он в обуви скрестил ноги, задрал одну ногу на ногу, таким образом, что она была над журнальным столиком, и, как мне казалось, над пищей. И я испытывал неловкость, я хотел его все время выгнать, все время хотел выгнать. Вот мне казалось, что такой неловкий какой-то, и какой-то, как бы тебе сказать, слишком его много, но много его. То есть он пришел в состоявшийся разговор, где мы уже сидели с друзьями, и сделал так, что как будто мы все к нему пришли просить денег или просить чего-то, то есть как будто он нас принимает. То есть он прервал все наши разговоры громко, дерзко, смешливо. Он всегда смеялся много. Очень яркий человек, очень яркий. А мы все замолчали и молчали до тех пор, пока он не убрался. Молчали до тех пор, пока он не ушел. И я так скомканно его проводил, потому что дружить не получилось. Дружить не получилось почему? Потому что в нем не хватило... Мне лично, мне лично, внимание опять, мне лично. Не хватило внутренней деликатности какой-то, внутреннего товарищества. Такого, знаешь, чувства спины, чувства локтя, вот такого. Внимания друг к другу, товарищества. Понимаешь, с чем я говорю? Это уже после того, как вы его сместили? Сместил я его почти сразу. Конечно, в 97-м году мы его и сместили. Тот час посадили, тот час и убрали. Ну вот, значит, нет. В 2003 году, но уже проходит 6 лет, уже можно забыть 10 раз все. Вот, он, значит, был не деликатен, а как-то громко смешлив, громко активен. Может, он намеренно таким был с вами именно? Нет, нет, никогда не было. Нет, нет, он всегда такой был. Я ему каждый год звонил, ввиду того, что он на 9 дней старше меня, я ему каждый год всегда звонил на день рождения. Надо сказать, что было долгое время 3 человека, которому я всегда звонил на день рождения и который вообще никогда мне не отзванивали в мой день рождения. Вообще никогда. То есть я без взаимности поздравлял. На самом деле, это Гусинский, 6 октября. Мне казалось, что Октябрьские, они как бы мои. Октябрьские мои. Гусинский, 6 октября. Немцов, 9 октября. И Добродеев, Олег Добродеев, 28 октября. Я думала, сейчас вы скажете Путин. Нет, нет, а Путин, Путин нет, я не звонил. Значит, хотя, нет, ну, я не звонил. Он меня поздравил в 99-м году, а я нет. Нет, я не такой. Я, в смысле, не мог бы, может быть. Ну, слушай, значит, 6-го Гусинский, 9-го Борис Немцов и 28-го Олег Добродеев. Притом, что очень интересно, Немцов и Олег Добродеев моего года таким образом, что Немцов на 9 дней меня старше, а Олег Добродеев на 9 дней меня младше. Моложе на 9 дней. Нет, на 10. На 10 моложе. Ну, так вот. И, значит, я ему все время звонил, а он никогда не вспоминал про мой день рождения. Никогда в жизни. Он такой вот бонбиван, но не очень внимательный. Не очень внимательный. Нет в нем такой заботливости о друзьях. Понимаешь? Недавно, последний раз, когда он позвонил, перед своим днем рождения, как раз с числа 5-6 октября, вот, 14-го года, он сам мне позвонил. Серега, я придумал решение на твою задачу. Серега, я придумал решение. Значит, у нас была задача, астрофизик и профессор МГУ, Владимир Михайлович, который нам позванивает, слушатель, он придумал нам задачу, как с циркулем найти середину линии там при ряде ограничений. При ряде ограничений, окружностями. И он мне говорит, способов два. Значит, пойдешь от главных точек, от А и Б, нарисуешь любые произвольные окружности, меньше, с радиусом меньше половины прямой, а потом пойдешь с уменьшающимися окружностями и практически дойдешь до середины. Практически. Ну, с двух сторон идем уменьшающимися, как бы матрешечка. И практически доходим до середины. Ну, это практически дает решение. Но, и оно верное. А потом он дал еще одно решение, он два решения мне дал, Немцов. Значит, он сидел целые сутки думал над этим решением. Владимир Михайлович задал ему задачу, и он думал, 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 потом мне позвонил на мобильник. Он говорит, бумага есть, ручка есть. Вот записываю, это я два решения тебе придумал. Два решения. Я говорю, Борь, ты? Да, я, да, да. Ну, давай, записывай. И я записываю. Значит, он наш был слушатель, он слушатель был подъема. Несмотря на всю мою иронию, когда я говорил, что Немцов просыпается в 12, значит, и потом отправляется в гимнастический зал, там, чтобы держать себя в форме, а он был очень в форме. Он был очень в форме. Значит, Немцов просыпался не в 12, он просыпался, чтобы слушать подъем. И потом решал наши задачи, и все это вот. Ну, это случайно выяснилось. Случайно выяснилось, потому что он позвонил с решением задачи. Еще интересная вещь. Он часто говорил о маме, которая его пережила. И надо сказать, я соболезную всем его родственникам, но в особенности думаю о том, какая беда обрушилась на его маму. Маме то ли 86, то ли 87, вот, и она, конечно, его страшно любила. Он ее всегда называл в разговоре со мной, простите, здесь в кавычках, моя еврейская мама. Всегда. И в 97 году, в 97 году, когда мы его высаживали из правительства, он мне звонил просто по телефону, просто, Серег, ты что творишь? Он мне говорил. Я говорю, Борь, что я творю-то? Серег, но моя еврейская мама постоянно меня про тебя спрашивает, что ты какой-то урод. Я говорю, Борь, ну, я ничего такого не делаю, я говорю, я вас за дела ругаю вроде. Он говорит, ну, что мне сказать моей еврейской маме? Я говорю, ну, скажи, что я ради нее буду с тобой чуть полегче. Ну, чуть полегче. И сейчас я думаю о ней. Ведь эта пожилая женщина, она его пронсительно все эти годы любила. Он хороший ее сын, еврейский сын. Он из Сочи, где ярко, где много солнца, где много смеха и радости. Он из Сочи. Потом уж он переехал в Нижний Новгород. И я представляю, какое горе на нее обрушилось страшное. Понимаешь, парню 55, но ей-то 86, она его продолжает любить, как сыночка. Ну, как? У нас спрашивали, слушайте, вы будете на похоронах? Я не хороню. Я буду на похоронах в том смысле, что я у себя на кухне налью рюмочку и помяну. Я не хороню. Я даже, надеюсь, отсутствовать на своих собственных похоронах. Настолько я не хороню в принципе. Я его называл кудлатом. Я его называл кудлатом-пуделем, говорит Елена Искунцева. Да, кудлатом-пуделем, конечно, конечно. Я люблю иногда, к сожалению, наверное, это мой изъян. И, наверное, это плохо, Елена. Я действительно время от времени прохожусь по внешности. Это плохо. Это плохо, наверное. Но это такая привычка дурацкая. Ну да, он был кудлатый. А что в этом такого отрицательного? Я вижу его в целостном. Я думаю, я не мог с ним дружить, но хотел. Я не мог с ним дружить, но хотел в 2003 году. У нас не получилось, потому что у нас невероятно разный психотип. Он подавляющий. Он подавляет жизнелюбием, таким нагловатым смехом постоянным. Яркий. Он очень был яркий человек. Очень яркий. А вы не подавляете, да? А я? Ну я... Как тебе сказать? Я ведь на сцене подавляю. А в жизни я интроверт. Я улитка. Я улитка и невероятно ранимая улитка. А он как раз в жизни тоже продолжал быть ярким, таким бомбиваном, гусаром таким невероятным и все это. И он подавлял. Но для того, чтобы подавлять, не обязательно быть интровертом или не интровертом. Нет, нет. Я просто... Я просто... Я на сцене экстраверт, но в жизни я интроверт. Понятно. Ну вот в чем дело. Ну подавляете вы оба. Оба? Вы думаете, что я тоже подавлял? Конечно. Как я борюсь? Нет, ни в коем случае. Ну хорошо. Значит, это было соревнование подавляющих людей. Вот. Скорее всего. Но только он именно вот такой вот дерзкий такой гусар смешливый. А я не знаю. Я не хочу сравнить. Но с другой стороны, безусловно, мне горько. Потому что Борис Немцов, я не говорю о друзьях, я говорю о людях Караса. Людях, которые сопровождают тебя всю жизнь, постоянно с тобою дружа и как бы и враждуя одновременно. И все это, понимаешь, это еще важно, еще важно, что Борис не держал зла. Вообще никогда. Вот это то, что мы в самом начале сказали. Вообще не держал зла. То есть ты что-то делаешь против него, но не подлое, не подлое. И он тебе реально звонит и говорит, Серег, ну ты не прав. Серег, ну что сказать моей еврейской маме? Ну что ты не прав? Серег, вот так. Он не... Может быть он вот как раз не похож был на обидчивых людей. Я бы не позвонил. Если бы кто-то вообще косо в мою сторону посмотрел, делит файл, я делитну человека и все. Я его больше не знаю. Я его баню во всех соцсетях, баню его в телефонной книге, я его баню начисто на всю жизнь. Все. Невозможно назад проникнуть. Я не знаю, как звать не знаю, и звать не желаю, и все, не желаю. Этим качеством Немцовы могли воспользоваться так называемые враги, люди, которые так иначе причастны к преступлению. Не знаю. Потому что есть версии, что, собственно, преступников могла вести вот эта украинская девочка, сама того не зная. Да. И, возможно, кому она сливала информацию, грубо говоря, это тоже какой-то человек, который так или иначе был обижен, возможно, когда-то Немцова. Но поскольку Немцов не перестает общения, не прекращает его ни на какой почве, очень может быть, что и это тоже повлияло. В общем, вот что я хочу сказать. Мы с Немцовым были люди одного караса. Он входил в мой карас. И мне горько. Мне горько, что человек из моего караса. Несмотря на то, что мне обидно то, что он говорил о Крыме, мне обидно то, что он говорил о русской армии. Обидно по-человечески. Но есть какие-то вещи, есть какие-то вещи, знаешь, похожие на некое родство. Ну вот как бы у тебя брат урод какой-то. Ты думаешь, но он же брат все равно. И должен сказать, И даже должен сказать, что это не моя инициатива. Потому что я бы... Мне легко ненавидеть людей. Мне легко. Мне легко людей вычеркивать. Не давал, не давал мне, не разрешал прервать связь сам Борис, который сам звонил. Тупо звонит и все. Серега, здорово, чего? Сам Борис. Ты еще минуту назад ненавидел, а сейчас уже вроде нет. Он. Нет, я говорю у вас, с вашей точки зрения. Вот вы недавно его ненавидели, но позвонил. Я люблю обижаться. А он не умел обижаться. Вот же в чем разница. Я люблю обижаться. Я люблю таить обиду. Я люблю таить... Нет? Вы сами себе противоречите. Почему вы? Вы несколько раз говорили в эфире, что вы не обижаетесь в принципе. Потому что обижаться это какая-то... Я вычеркиваю человека из жизни. Слабая позиция. А он не умел. Он не умел вычеркивать. Я его встретил на празднике Эхо Москвы. Я тебе скажу сейчас когда. Была еще и Рена Лесневская, и была еще Лерочка Новодворская. Когда у нас Лерочка умерла? Значит, смотри. Значит, это полтора года назад было все это у этого самого господина Аркоцителия. Значит, в его академии. Значит, я встретил Бориса. Просто, просто я был сыном. Он просто... Сын у тебя, красавец. Там все... Дай пять, дай пять. Он такой очень человек размашесто. Размашесто громкий. Как бы громкий человек. Я выходил уже оттуда. Я сделал круг почета. По празднику Эхо Москвы. С этим поздоровался. С Лерочкой поздоровался. Помнишь эту историю рассказала, да? Да. Лерочка подбежала, а сзади Ирена Лесневская говорит, он за Путина. А Лерочка говорит, да плевать. Лерочка такая, типа, Сережа. Сережа, привет. А Ирена, да он за Путина. А Лера говорит, да плевать. Вот. И значит, и все такое. Это самое. Вот тоже человек, которому было плевать. За кого-то я лично. Потому что она симпатизировала мне лично. Ну вот. И Борис, он размашистый. Ну как тут? Че тут, Серег? Кто тут есть? То есть он со мной разговаривал так, как будто мы расстались час назад. Борис. Серег, ну че тут? Как тут? Как тусы? Чего? Кто тут есть? Как тут народ? Где? Где? Что? Я говорю, ставик, я прошел по такому кругу. Значит, все нормально. Ну как ты сам? Нормально все. То есть он такой активный, активно дружащий как бы человек был. Как бы дружащий. Нет, не как бы, не как бы, ну, в нем была эта искренность, вот этого вот, вот этого вот ошеломляющего, невероятного напора. Напор был слишком сильный, надо так сказать. Напор был слишком сильный. Хохота, смеха, активности, такой он был напористо. Вы сейчас говорите, я понимаю, что на самом деле нам не хватает таких политиков. А у нас таких политиков и нет. У нас таких политиков и нет. Ну с ним, с ним тяжело. Я думаю, не знаю, может быть он такой южанин по характеру, выковавшийся, характер выковавшийся в Сочи, потому что если бы он вырос в Петербурге, он может быть был бы другим, или если бы он вырос где-нибудь в Сыктывкаре, он был бы другим. Понимаешь? А вот эта вот открытость солнечная, вот это вот сияние, крик, дай пять, вот это все, вот это вот, это вот, конечно, Борис Немцов. Это, конечно, Борис Немцов. И до конца своих дней, при каждой возможности, старик, ты представляешь, что ты сделал? Ты же не дал мне стать президентом России. Он. Я говорю, Борь, ну ты несерьезный человек, ну зачем это говорить? Нет, я обо всем, там уже обо всем было все схвачено, все было договорено с семьей. Он договорился с семьей. И вдруг, бам, его счастье рушится полностью. И он, он был наследник. Он был наследник. Я бы на его месте тоже с вами не дружила. Он относился, он относился к Путину, в том числе с ревностью, что вот был бы не он, а я, говорил он. Понимаешь? То есть он был убежден, что он был продукт, он был заряжен в этот ствол, он шел, он шел, он должен был лететь к цели, как снаряд, пущенный семьей. И все к тому шло, все. И вдруг этот идиот Доренко и все. Ну вот. А правда ли, как вы думаете тогда, есть информация, что якобы Немцов пребывал в последние месяцы в какой-то такой, ну не то чтобы жуткой, но в сильной депрессии? В связи с тем, что он якобы нереализован как политик, что у него было какое-то будущее, к которому он шел? Не правда. Так, пять лет, человек... Понимаешь, у меня есть проблема? Я знаю вот эту фразу, у вас все впереди. И я всегда говорю, плохо, когда у человека все впереди. Плохо. Уже должно быть что-то позади. Ну, понимаешь, у тебя, Оля, есть что-то позади? Есть что-то? Ну, может, и есть. Ну, слава богу. Вот это и хорошо. Потому что если у человека ничего нет позади, то он пустышка просто. Пустышка, ну, дурачок. Если у человека все впереди, ну что значит? Значит, все должно быть и позади тоже что-то важно. Да, кстати, один из наших, наш общий друг давал ему приют. Он работал же советником у Ростика Ордовского. Это вот курицы Ростикс, который теперь... Кентаки Фрад Чикин. Он работал у Ростика в Росинтере, у Ростислава Вадимовича, простите, Ростика по-домашнему так. Значит, он работал у Ростислава Вадимовича помощником в Росинтере. Когда нужен был приют какой-то, какое-то удостоверение, какая-то крыша, какое-то, ну, приличествующее положение, место. И он занимал вот это место у Ростислава Ордовского. Несколько лет при том. Я все потом еще Ростика встречаю, говорю, слушай. Он говорит, ну и Боря, значит, что Боря по-прежнему у тебя? Он говорит, ну да, он мой советник. Как долго это было? Ну, это было в начале 2000-х, не знаю, но годы. Это было годы, когда он был советником Ростика Ордовского. Я вот Ростику смс-очку бросил, но никак не дозвонюсь. Хорошо, я должен сказать, что я выражаюсь соболезнованием всем родным и близким Бориса Немцова. Безусловно, был человек, которого я категорически не смог принять, ни политически, ни, честно говоря, эмоционально, потому что его было всегда много, но которого я точно считаю человеком моего караса, человеком моего жизненного пути. и свинаю с огромной симпатией. Жаль, жаль. Это трагедия, это ужасно то, что произошло.